Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, как можно использовать чат GPT от OpenAI для написания сценария для видео. Чат GPT является искусственным интеллектом, который может отвечать на многие вопросы и обладает обширными знаниями на разные темы. Чтобы использовать GPT-чат, вам необходимо перейти на сайт OpenAI. Затем вы можете начать задавать вопросы или начинать диалог со сгенерированными моделями-ответами. Кроме того, вы можете использовать API OpenAI. Чтобы интегрировать чат с другими приложениями, для этого вам нужно создать учетную запись OpenAI и получить API-ключ, который вам понадобится для взаимодействия с моделью. После получения ключа API вы можете использовать библиотеку клиентов OpenAI, чтобы вызвать модель и получить ответы на свои вопросы. Однако помните, что чат GPT – это всего лишь искусственный интеллект, и он не всегда может дать точный или исчерпывающий ответ на ваши вопросы. Также он может не иметь информации, которую вы ищете. В таких случаях он может предложить вам иные источники, которые могут помочь вам в получении дополнительной информации. Кроме того, для начинающего взаимодействия чат GPT рекомендуется использовать ясный и четкий язык и правильно задавать вопросы. Цель данного видео – показать, как технология чат GPT может быть использована для генерации текста, который может быть использован в качестве основы для написания сценариев или других форм креативного контента. В видео мы расскажем, как его использовать для создания текста и дадим советы, как улучшить качество итогового текста. Чтобы начать знакомство с чат GPT, вам просто нужно задать ему свой вопрос. Он может ответить на широкий спектр вопросов, от научных и технологических, до общих и философских. Вы можете начать с простых вопросов, чтобы проверить работу чат GPT, а затем перейти к более сложным. Мы решили посмотреть, можно ли с его помощью создать хороший сценарий для нового видео. Для начального теста мы выбрали несложную тему, как подготовиться к сбою Рейд. Чтобы пользоваться чатом сперва, нужно зарегистрироваться на сайте. Или войти с помощью учетной записи Google или Microsoft. В начале не стоит задавать ему сложные вопросы, для понимания работы бота, спросить его кто он и какие задачи он может выполнять. Далее вы можете спросить, как с его помощью написать сценарий для будущего видео на YouTube. Чат-бот предложит несколько шагов, которые вам в этом помогут. Для начала он рекомендует выбрать тему. С темой для видео мы определились. Далее нужно составить план для видео. Попросим бота составить план для нашего видео. Как видите, он начал описывать детальный план. С приблизительным временем, сколько будет отведено, времени для рассказа по каждому разделу. Итак, план мы получили. Он написал план на 7 разделов. Да, действительно, он написал неплохой план для сценария видео на выбранную тему. Можно использовать все представленные разделы или выбрать наиболее интересные. Далее спросим, сможет ли он написать нам сценарий по данному плану. Как видите, он приступил к написанию сценария. Но как вы успели заметить, это тот же план, только было добавлено приветствие. Описано, что мы должны раскрыть в каждой из разделов. Иногда он может дать неполный ответ или зависнуть. В таком случае нужно написать ему продолжить. И в конце бот добавил прощание. Возможно, нужно более детально описать вопрос для лучшего результата. Но как видите в итоге, мы получили от него тот же план, только с приветствием и заключительной частью. Чтобы составить полноценный сценарий, нужно будет задавать вопросы по каждому из разделов, которые мы выбрали из составленного им плана. Посмотрим, удастся ли в итоге получить полноценный сценарий. Идем далее по разделам. Иногда в результате работы вместо ответа он может вывести такую ошибку. Нужно будет либо повторить вопрос, либо изменить его, указав более детально, что нам нужно. Бот неплохо справляется с ответом на вопросы. Действительно выводит детальные и правильные ответы. Продолжение следует... В итоге, чат-бот справился с поставленной задачей, но не смог написать сценарий для видео после одного запроса. Нам пришлось выбирать интересующие разделы из плана, которые он предложил. И задавать повторные вопросы по каждому из данных разделов. Далее осталось обработать полученную информацию, сложить все вместе, и мы получим готовый сценарий. Также было замечено, что он не может описать точных действий для использования конкретной программы. Он дает общую инструкцию использования подобных программ. К примеру, на вопрос, как восстановить данные с рейд с помощью программы Headman Raid Recovery, он описал, как это сделать. Но подробно, что делать в самой программе шаг за шагом, ему не удалось. Инструкция чат-бота не соответствует интерфейсу программы. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Headman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Помимо написания статей, он помогает с кодом. Он может подсказать решение проблем, связанных с конкретным языком программирования, библиотеками и технологиями, ответить на вопросы по архитектуре программного обеспечения и проектированию баз данных, помочь исправить ошибки в коде, подсказать эффективные методы тестирования и его оптимизации, а также предоставить примеры кода и шаблоны для различных задач. Субтитры сделал DimaTorzok Использование чат-бота ускоряет работу по написанию сценария для видео, но полностью положиться на него от начала до конца нельзя, так как в результате все равно нужно вносить некоторые правки, а местами описывать процесс более детально. Как и любой инструмент, чат-бот имеет свои ограничения. Он не может заменить творческий процесс написания сценария полностью и результаты его работы всегда нужно редактировать и уточнять. Кроме того, он не может использоваться в качестве единственного инструмента для написания сценариев и должен быть использован в сочетании с другими техниками и методами написания статей. В итоге мы имеем неплохого помощника, генератора идей для будущих видео и так далее. В следующем видео мы предоставим на обзор видеоролик, снятый по сценарию чат-бота OpenAI. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом все. Надеюсь данное видео вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал, свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok